В прошлом видео я рассказала вам о том, как я делаю массаж рук с эфирными маслами моей маме, у которой есть проблемы с суставами, а именно в паланках и запястьях. С помощью этого массажа и применения эфирных масел мы уменьшаем болевой синдром, либо вовсе убираем боль в зависимости от состояния, в котором человек находится. И вы могли подумать, что массаж рук это такая узкая процедура, которая решает только проблемы, связанные с руками. На самом деле нет. Массаж рук можно применять практически при любом заболевании, и я вам сегодня это докажу. Достаточно взять в руки вот такую простую книжечку, которая называется «Симфония клеток». Эта книга собрала в себя все виды протоколов, протоколов массажа с эфирными маслами. Это протоколы, которые применимы к любым заболеваниям, начиная от самых простых воспалительного характера, такие как вирусная инфекция, вплоть до сложнейших тяжелых заболеваний, системных заболеваний, онкология и тому подобное. В этой книге, кроме того, что в ней собраны все протоколы и описаны все эфирные масла, которые нужно применять в этих протоколах, есть еще одна интересная страничка, которая показывает нам, что руки человека, а именно его ладони, делятся на сектора. И здесь показано прямо на этой схеме, какой сектор, за какой орган или какие органы и системы в человеческом организме отвечает. Таким образом, когда мы рассматриваем ладони человека с точки зрения секторов, мы понимаем, что если у нас, скажем, проблема пищеварительного тракта, то мы идем в эту схему и смотрим, какая часть ладони отвечает за желудочный кишечный тракт, и прорабатываем именно эту зону. Мы знаем, что на определенный сектор и на определенное заболевание мы должны применять определенные масла. Смотрите, сколько у нас получается нюансов. Есть сектор, есть определенная методика проработки этого сектора, есть определенные эфирные масла, с помощью которых мы точечно прорабатываем эти зоны, и есть общая методика массажа. Если мы применяем это в комплексе, то мы очень круто подходим к глубокой эфирной терапии, и не только эфирной. Конечно, это не означает, что мы решаем проблему с серьезными заболеваниями буквально на раз-два, но, как говорится, дорогу осилит идущий. Если идти этим путем, то, в отличие от медикаментозного, который является, по сути, тупиковым, этот путь – это очень светлая и открытая дорога, в которой четко виден результат, и где ты понимаешь, что ты идешь путем, в котором нет побочных эффектов, в котором ты не можешь себе навредить, если ты делаешь все по правилам, по тем правилам, которые ты получаешь в процессе изучения эфирной терапии. Кроме того, здесь у нас есть еще одна схема, и это уже, как видите, стопы человека. То есть мы можем массировать не только ладони. Точно так же на сектора делятся и стопы, и вы наверняка об этом уже слышали. Просто, возможно, не применяли. А теперь у вас есть все возможности для того, чтобы научиться применять к себе вот эти все хитрые приемы и методы, и фишки, которые я даю на бесплатном мастер-классе, и действительно получить потрясающие результаты по здоровью. Это еще не все. Нам предлагают еще одну схему, и она уже касается уха человека. Ушная раковина. Точно так же поделена она огромное количество секторов, и мы можем каждый сектор массировать точечно, и мы можем массировать каждый сектор определенным маслом, получая тот самый результат, который мы поставили как конечную цель. Представляете, как круто! Вообще эфирная терапия в сочетании с массажем, с внутренним применением, ароматическим применением, это мощнейшая вещь, которая работает на клеточном уровне с любыми проблемами человека. Недавно я выставила какой-то пост, посвященный эфирным маслам в одной из социальных сетей, и в комментариях прочитала такое сообщение. А что это за эфирные масла? То есть для меня, для человека, который знаком с эфирными маслами уже несколько лет, эта фраза прозвучала, с одной стороны, как большое удивление, с моей стороны, вызвала, что, оказывается, еще есть люди, которые не понимают, что такое эфирные масла. А с другой стороны, я восприняла это для себя как мотивацию к новым и новым действиям, потому что еще так много людей на Земле, которые не знают, что это такое эфирная терапия, которые смотрят только в сторону аптек. И у нас очень большая задача, у нас у специалистов по эфирной терапии огромная задача просвещать людей, дарить просто эти знания им бесплатно, показывать, как эфирные масла потрясающе действуют на человеческий организм и ведут его действительно к настоящему исцелению. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!